Илья у нас третье занятие, он новичок. Давай аккуратненько, аккуратненько. Не боишься? Нет. А что больше всего нравится? Ну, лошадок. Природа и свежий воздух лечат. От общения с животными у Ильи всегда хорошее настроение. Ко всему такая вот гимнастика на лошади полезна для здоровья. Мальчик пошел на поправку уже с первого занятия, отмечает и инструктор по адаптированной верховой езде, и его мама. Ну, он то, что плохо просто разговаривает, вот поэтому мы как бы обратились, что говорят, может, поможет. Ну, помогает вам? Да ничего, вроде помогает. Ипотерапия полезна всем в любом возрасте и даже без определенных медицинских показаний. Это и профилактика сколиоза, неврозов, стихандроза, психических недугов. Особенно эффективен метод адаптированной верховой езды в реабилитационной практике при различных травмах. Теперь в Кингисеппе для занятий методом ипотерапии есть и свой специально подготовленный инструктор и уникальное оборудование. Поскольку тут все облегченное, нет вот этой тяжелой луки-седла, есть возможность, соответственно, проводить разные гимнастические упражнения на лошади. Гимнастические упражнения на лошади – вольтажировка. Дети с пяти лет с легкостью осваивают. Обучение Елена прошла в Санкт-Петербурге на курсах под патронажем Национальной Федерации Лечебной Верховой Езды. Эта организация в прошлом году отметила 20-летие. Ипотерапия в России уже имеет достаточно серьезную практику. В Кингисеппе занятия начались в январе этого года. Семь человек уже поняли все плюсы свежего воздуха и здорового общения с Павой. Занятия у нас проходят сейчас в основном на выходные, потому что все-таки дети маленький возраст, и родители на неделе на работе, дети по садикам, по школам. Но есть люди, которые вот уже подстраиваются и могут прийти на неделю. Конечно, это больше приветствуется, потому что в выходные на Паву ложится очень большая нагрузка. Мы уже начали подключать вторую лошадь. Какой глушательный лошадь? Да, лошадь. Рыга, когда она хрустит, да, морковка? Да. После 20 минут занятия обязательный ритуал – покормить лошадь сладкой морковкой. Приятное завершение для всех участников лечебного сеанса. Глядя на общение Ильи и Павы, можно с уверенностью сказать, этот мальчик никогда не обидит животных. В дальнейшем же специалисты конного клуба рассчитывают расширить круг общения и подключить к сотрудничеству врачей местной поликлиники и детей из реабилитационного центра. То есть подтянутся дети, которым это действительно показано. То есть с какими-то нарушениями физической осанки, с какими-то другими недостатками. То есть сюда попадает очень большая градация людей, и которым именно показана вот эта адаптивная верховая езда. В ближайшее время конный клуб получит дополнительное оборудование для лечебных верховых занятий. Новые седла, стремена, каски для детей. Возможности ипотерапии огромны. Прочувствовать на себе все прелести методики может любой желающий, начиная с трех месяцев от роду и до 70 лет. Но и здесь нет особых ограничений. Лечебное воздействие ипотерапии известно давно и доказано еще нашими предками. Несомненный и неоспоримым остается тот факт, что от общения с этими прекрасными, сильными и очень умными животными на душе становится теплее и светлее. А когда сидишь верхом на лошади, кажется, что весь мир у тебя перед ногами. Светлана Круг, Алексей Васильев, Кингисепское телевидение, ЯМТВ. Пошли!